Что такое Пасха? Первое упоминание Пасхи связано с событием, когда народ израильский выходил из египетского рабства, в котором они пробыли 400 лет. И Бог сказал им взять ягненка, запечь этого ягненка, скушать его, а его кровью помазать косяки дверей. И вот той ночью проходил ангел-губитель, и он видел кровь этого жертвенного ягненка, и он проходил мимо и не тронул этих людей. То есть таким образом эта кровь искупила их от смерти и дала им жизнь. Это был прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Иисус Христос стал потом этим жертвенным ягненком. И сегодня те, кто веруют в Него, то их сердца помазаны кровью Иисуса Христа, и ангел-губитель проходит мимо. Его кровь искупила нас и дала нам жизнь. И поэтому Иисус Христос умер, и мы умерли вместе с Ним для грешной жизни. Иисус Христос воскрес, и мы воскресли вместе с Ним для вечной жизни. И Он является этим жертвенным ягненком. Его нужно было принять внутрь. Так и сегодня мы принимаем Господа Иисуса Христа внутрь своего сердца. И таким образом спасаемся. Когда приходят дни пасхальные, мы говорим друг другу, Христос воскрес, воистину воскрес. Знаете, нам Господь Иисус Христос дал прекрасное обещание. Я живу, и вы будете жить. Поэтому я хочу еще раз напомнить нам, что если мы веруем в Господа Иисуса Христа, то мы будем вечно жить вместе с Ним. Христос воскрес, воистину воскрес. Я приглашаю вас вернуться к нам завтра. Епископ Николай Савчук будет отвечать на вопрос, а было ли воскресение на самом деле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!